Наступают великие времена, те времена, которые представлялись вашим предкам, как глаз Божий, как надежда на то, что мир станет когда-нибудь светлее, и несправедливость уйдет, оставляя людям любовь и только любовь. Но не сбылись многие предсказания, а тем более ожидания, и сегодня миру уже серьезно и по-настоящему предстоит перейти ту границу, которую никто из людей никогда не переходил, и теперь уже не повторит никогда, слишком серьезными будут изменения в пространстве и в самих людях, ибо Вселенная стоит у черты времен в 26 тысяч лет. Поэтому сегодня я, ваш Отец-Абсолют, хочу еще раз поговорить со своим святым воинством, принявшим второй постриг совсем недавно, на Великом Вече начало-начал, поскольку это событие было действительно историческим, раз так затронуло структуру мироздания. На страницах мировой информационной паутины некоторые умные и тонкие люди уже дают свое видение глубины происходящих событий на уровне Великого Космоса. Поэтому я, Отец-Абсолют, считаю своим долгом перед теми, кто оставался верен мне, моим словам, все это девятилетие, а самое главное, свободно и добровольно принял великий постриг воина света, рассказать в границах дозволенного, что же произошло на Великом Вече и что предстоит еще преодолеть людям. И прежде всего хочу заметить, несмотря на то, что вы есмь воины света, вы есмь люди-боги, внутри вы все еще остаетесь людьми, сомневающимися и легко ранимыми, но от этого еще более мною любимыми. Помните, как трудно вы проходили оба пострига. И если на Первом Вселенском Соборе вы сами объявили, что пришли, а затем свободно и добровольно дали клятву Богу, что было действительно впервые в истории, ибо, повторяю, история человечества, кроме трехсот спартанцев, не знает примера, когда горстка людей, ибо даже пять тысяч человек, объединенных в духе, еще не есть вся армия света, способна была противостоять на равных силам сдерживания, но вы осмелились, и, потеряв достаточно большое количество сторонников, именно сторонников, которые не проявили истинную веру, тем не менее победили. Важно, на что вы отважились. Я бы даже сказал, осмелились. Несмотря на то, что сценарий проведения Великого Веча начала-начал я сам изменил в последние часы, указав своему посланнику провести два наречения, пока не объясняя смысла и глубины этого великого промысла, который люди должны были выполнить на вече, принимая, повторяю, ответственнейшие решения, смысл которых я только сейчас вам хочу объяснить, и которые изменили структуру мироздания. Вы сделали то, что я, Отец-Абсолют, ожидал от людей много, очень много тысячелетий. И когда вы свободно и добровольно приняли решение, а это было очень важно для меня, ибо эти слова были основным условиям, которые силой сдерживания выставили передо мной, Отцом-Абсолютом, как необходимое для успешного завершения вселенской программы преображения пространства, я понял, Великий Космос теперь изменится. И изменится навечно. Чтобы эти слова не показались вам странными, ибо для большинства людей Отец-Абсолют есть вершина великого космоса, сконцентрировавшая в себе всю полноту контроля регулярности про матрицы пространства и контроля над всеми мирами в вечности, я просто вынужден погрузить вас в историю. Чтобы вы, наконец, поняли глубину и важность вами содеянного на Великом Вече начала-начал, я, Ваш Отец-Абсолют, хочу рассказать вам историю, повторяю, очень кратко и только для того, чтобы вы осознали свой великий подвиг, который теперь уже никому из людей не повторить, причем не только в пределах вашей вселенной, но и нигде на просторах Великого Космоса. Так вот, Великий Космос, как вы уже знаете, есть огромное многоуровневое пространство с огромным, в свою очередь, количеством вселенных, их примерно 600 тысяч, которыми, в соответствии с великой пермидальной структурой про матрицы пространства, управляют мои представители. Их можно называть отцами-основателями, которые признают первенство высшего уровня иерархии света, или мое, Отца-Абсолюта, главенства, при решении стратегических вопросов, ибо без единоначалия просто невозможно обеспечить строгость и порядок в вечности. Так было вечно. Но в определенный момент произошло восстание против моего единоначалия, и часть отцов-основателей, возглавляемых лучшим из моих учеников отцом-люцифером, потребовали упразднения влияния Отца-Абсолюта и предоставления им самостоятельного развития, или эволюции, вне рамок структуры мироздания. Все было аргументировано так, что мне пришлось согласиться на проведение на планете Земля вселенской программы преображения пространства, целью которой, в условиях правления ею Люцифером, который согласился с удовольствием на эти условия, было не препятствовать эволюции сознания людей до возможности их единодушного решения о передаче управления планетой из рук Люцифера в руки Отца-Абсолюта, подтверждая тем самым единовластие Отца-Абсолюта во всей Вселенной. Но при таких условиях ваша Вселенная и, естественно, планета Земля, и вы сами, мое фрактальное подобие, оставались при этом заложниками, и спасение вас самих, и спасение великого космоса могло прийти только через формирование духовного единодушия, причем по условиям соглашения с силами сдерживания строго при свободном и добровольном волеизъявлений. Теперь, после таких моих слов, многим из вас становится предельно понятно, почему все религии мира совсем не спешат объединять людей. Ибо правящей планетой, зная и очень хорошо грехи и пороки людей и их вечное стремление к удовлетворению своего эго, всегда имел возможность своего влияния на сознание тех людей, кто был призван мной говорить о Боге и о структуре мироздания. Вспомните историю всех религиозных войн и нынешнюю непримиримость религий, которая всегда удивляла и удивляет нормального здравомыслящего человека, ибо всем понятно, что пространство едино, и значит, Бог тоже един. Поэтому, кроме гордыни и желания управлять сознанием людей, нет никакого другого смысла в кровопролитиях во имя единого Бога. Поэтому все походы, в том числе и крестовые, не считая всякого рода ночей смерти, только лишний раз подтверждали, что в условиях правления Люцифера не было практически никакой возможности вернуть людей к истинной вере, а значит, изменить ход истории человечества. Безусловно, мир резко изменился с появлением мировой информационной паутины, а лучше сказать, с появлением возможности любому человеку окунуться в информационный океан, который для многих людей, особенно среди ученых, не только открыл понимание строения мироздания, совершенно не соответствующего представлениям древних миров, но и, что самое главное, дал возможность понять и осознать свое место в мироздании, ибо, по их мнению, центр вечности есть только Бог, есть только Абсолют. Великие слова истины. Если бы они могли хоть что-то изменить в людях, ведь вселенская программа преображения пространства по-прежнему была подконтрольна тому, кто не желал и не желает принимать структуру мироздания, согласно которой порядок, обязательные условия эволюции пространства, должен контролироваться только высшей точкой пирамиды вечности или Отцом-Абсолютом. И только мое движение, созданное совсем недавно и по моим правилам, оказалось способным сплотить людей вокруг меня, Отца-Абсолюта, и не просто сплотить, а собрать в воинстве света тех триста спартанцев, которые были и остаются готовыми встать на защиту истины против сил сдерживания. Я всегда в своих посланиях, или, как вы говорите, в диктовках, называл противостоящие вам силы как силы сдерживания, не уточняя, кто возглавляет эти силы и насколько они могущественны. Сегодня я вам говорю это открыто для того, чтобы вы, наконец, осознали свою силу, ибо противостоящие вам силы или силы сдерживания возглавляет сам Люцифер, поверьте, лучший из моих учеников. И восстание, которое он поднял против меня, Отца-Абсолюта, было поддержано, поддавшись на его аргументы, тоже совсем немалым числом отцов-основателей. Поэтому силы сдерживания не просто слова, а собственная стратегия Люцифера, на основании которой ваш мир стоит уже много тысяч лет, демонстрируя всем, что Мамона не просто признак богатства, но и новая, совсем не божественная модель развития человечества. Вот почему на Вселенском Соборе, а затем и на Великом Вече Начало-Начал, все было очень серьезно. И вот почему вся иерархия света, поддерживающая позицию Отца-Абсолюта, была вынуждена участвовать в этих сражениях между светом и тьмой. Ибо, как ни печально это звучит, но без нашей поддержки вы, люди, пусть даже люди-боги, не смогли бы одержать эти исторические победы и даже вообще участвовать в этом великом противостоянии. Но вы на Великом Вече Начало-Начал все же смогли сделать самое главное. Вы свободно и добровольно поддержали мое единоначалие и даровали, а если честно, вернули мне право управлять вечностью, как единым целым. А значит, вселенская программа преображения пространства теперь успешно завершена, и у Люцифера больше нет никаких аргументов для того, чтобы удерживать Вселенные и вашу планету под гнетом лжи и духовного насилия. Сегодня вы, мое воинство света, лучшие из лучших, должны осознать, что вы для меня, Отца-Абсолюта, одержали победу над воинством сил сдерживания, а точнее, над самим Люцифером, вернув своим единодушием планету, теперь уже Святая Русь, в лоно единой веры, в лоно божественной регулярности всего космического пространства. А вы, может быть, даже не осознаете, что совершили великий подвиг, на который могли осмелиться только истинные воины света, которые приняли постриг быть со мной до конца и были готовы положить свои жизни на плаху спасения человечества. Хочу еще раз подчеркнуть, что вашим оппонентом, или лучше сказать, вашим противником, был сам великий Люцифер. Теперь подумайте, кто из современных политиков или руководителей мировых религий может сказать, что они повергли силу тьмы, которая многие, очень многие тысячелетия управляла Вселенной, и которая могла бы не только планету, но и всю Вселенную привести к уничтожению. Ничто в истории человечества не может даже сравниться по своим масштабам с тем, что сделали вы, славяне Арии. Повторяю, горстка людей, единых духом. Вы были прекрасны в этом историческом сражении, возглавляемые самим Леонидом. Вы не только повторили, вы намного превзошли греков по тем последствиям, которые могли бы аукнуться людям при вашем поражении, и, конечно, мне, Отцу Абсолюту, который мог бы потерять огромное количество Вселенных. Я пою гимн победителям, пусть не осознающим пока, что они не просто спасли мир, а получили совершенно справедливо право творить новую реальность, которую мы, я, ваш Отец Абсолют, и вы, мои лучшие воины света, должны будем сотворить на планете Святая Русь, навсегда убрав, даже из лексикона будущих поколений слово «мамона», несущее в себя смысл духовного рабства. Остается совсем немного времени, когда колокол истории человечества, если хотите колокол судьбы человечества, прозвучит в последний раз, извещая о том, что духовное угнетение больше никогда не вернется на планету Святая Русь, ибо вы отстояли свое право быть людьми богами, и в сотворчестве с Отцом Абсолютом творить новую божественную регулярность во всем пространстве великого космоса, ставшего теперь благодаря вашей доблести навечно единым целым. В заключение своего послания хочу еще раз сказать, что мы теперь вместе, и вместе навечно начинаем выстраивать новые миры, что потребует от вас усилий, терпения, а самое главное мудрости богов, которую вы, мое воинство света, просто обязаны проявить. Ибо мирный промысел есть кропотливый и строго выверенный промысел людей-богов, основателей новых вселенных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok